Всем привет! Меня зовут Анна Струкова, и я поэт. И сегодня я присоединяюсь к своим друзьям и коллегам и хочу поздравить всех с Днём Библиотеки. Вопреки распространённому мнению, я хочу сказать, что библиотека — это не архаизм. Это не устаревающее понятие. Библиотека — это место силы. При должном отношении к библиотеке со стороны государства и со стороны тех, кто её посещает, мы можем сделать библиотеку центром притяжения молодёжи. И я бы очень хотела, чтобы так и было. В этот день я хочу поздравить пишущую молодёжь, потому что это и ваш день тоже. Поэтов и прозаиков, и всех, кто занимается каким-либо искусством, связанным со словом, я хочу сказать два стихотворения. Одно из них — это «Чистая калька» Сбродского. Это моё стихотворение. Мне кажется, что оно объединяет нас всех — поэтов и прозаиков. Потому что искусство поэзии требует слов. Я себя причисляю к нелепому стаду ослов, что бумагу марают и пишут нескладно безбожную. Когда Бродского не дотянуться, лишь шею свернуть, я опять выбираю себе предначерпанный путь. Ведь идти по-иному мне было всегда невозможно. Мне привиделся сон, где Ахматова мать мне была. Говорила так складно такие простые слова, что мне стыдно себя называть даже слабым поэтом. Всё кружились в запутанном вихре рифмованных слов эти строчки, которые мир оценить не готов. Но сама я пишу, хоть наивно и помню об этом. Вот. И второе стихотворение, которое я бы хотела прочитать, и от стихотворения, конечно, самого мастера Бродского. Это мой любимый поэт. Только пепел знает, что значит сгореть дотла. Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперёд, не всё уносимо ветром, не всё метла, широко забирая по двору подберёт. Мы останемся смятым окурком, плевком в тени, под скамьёй, куда угол проникнуть лучо не даст. И слежимся в обнимку с грязью, считая дни, в перегной, в осадок, в культурный пласт. Замаравший совок, археолог разинит пасть, отрыгнуть, но его открытие прогремит на весь мир, как зарытая в землю страсть, как обратная версия пирамид. Падаль, выдохнет он, обхватив живот, но окажется дальше от нас, чем земля от птиц, потому что падаль – свобода от клеток, свобода от целого, апофеоз – частиц. Я хочу, чтобы сегодня и всегда каждый из нас был свободен в своём творчестве и не зацикливался на том, приносит ли это деньги, приносит ли это славу. Если вы не можете не писать, пишите. Если вы не можете не быть творческим человеком, будьте творческим человеком. И всё остальное.